Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смолин. Мы находимся на крайнем верхнем этаже девятиэтажного небоскреба. Это трехкомнатная квартира, в которой мне предстоит выполнять отделочные работы. Дом еще до конца не построен, но квартира уже находится в собственности у владельца квартиры. Вот так выглядит небольшая лоджия или балкон, как хотите так и называйте. Еще остекления нет. Пройдем в помещение комнаты. Владелец квартиры попросил меня сделать предварительную смету и оценить масштабы катастроф. Начинаем с окошка. Смонтируем наконная конструкция. Установлен подоконник откоса из гипсокартона. Углозащитный профиль. Гипсовая штукатурка. Давайте проверим плоскость стены. Вот я приложил правило по краям откосов. Смотрим кривизну. Сюда проваливается у нас правило и туда. Всю эту фронтальную стену придется натягивать штукатуркой слоем где-то миллиметров 15. Вот что меня всегда удивляет в новостройках, да, застройщики не заморачиваются снимать пленку хотя бы с края подоконника. Пленка находится защитная под откосом. Также пленка на оконной конструкции тоже находится под откосом. Но откосов все равно по-любому придется демонтировать. Я лазерником заранее проверил. Не первый день в этой квартире, да, несколько кривовато получились. Ну, что имеем, то имеем. Аналогичная ситуация с откосами. На соседнем окне откосы имеют завал, не снята пленка и так далее. Также еще большой вопрос, есть ли какой-либо утеплитель за откосом. Он выполнен из гипсокартона. Вот такая вот отопительная конструкция смонтирована, не затеревая, как грабли. Что мы видим? Американки стоят, это хорошо, но нет запорной арматуры. И установлен кран Маевского. Ну, это понятно, девятый этаж, чтобы воздух выпускать. Но, на мой взгляд, удобнее установить вместо крана Маевского автоматически воздухотворчик. Потому что в процессе ремонта квартир в этом стояке, этого подъезда часто будут менять батареи, отключать воду. И при запуске воды, выпускать воздух, бегать в эту квартиру, замучается владелец квартиры. Установил автоматический воздухотворчик и нет проблем. Я так догадываюсь, что придется все стены выравнивать гипсовой штукатуркой. То же самое мы имеем и по вертикали. Соответственно, всю эту стену уже придется выравнивать гипсовой штукатуркой. А если проверить это помещение на предмет наличия прямых углов, то слой штукатурки может оказаться еще больше. Аналогичная ситуация и в следующем помещении. Откосы вроде бы сделаны, все хорошо, заштукатурили, угрозащитный профиль. А прикладываешь провила и, что видишь, вот такой вот завал стены около потолка. То же самое здесь. Где-то в районе 8-10 миллиметров. То есть придется демонтировать откоса, снимать пленку с окна, из подоконника, утеплять откоса и заново восстанавливать откоса с расчетом на то, чтобы выровнять всю фронтальную стену. Что мы здесь видим на этой стене, как вы могли определить по этим квадратикам. Участок стены из газоблоков сделан. Следующий участок продолжения этой стены – это монолитная конструкция. Стык газоблоков с монолитной конструкцией. Для того, чтобы выравнивать всю эту общую стену гипсовой штукатуркой, придется проклеивать этот участок как минимум армирующей сеткой. Армирующая сетка потребуется, как вы понимаете, для того, чтобы у нас в процессе эксплуатации не появились трещины на стыке двух разных поверхностей. Стена с дверным проемом для входа в помещение, выполненное из газоблоков. Я приложил правила, кривизна существенная. Сюда тоже уйдет достаточный слой штукатурки. Это помещение будущей кухни. Соответственно, стены из газоблоков, кривые косые. Штукатурка гипсовой уже нанесена, но она повторяет кладку. То есть сюда тоже уйдет значительное количество штукатурки. Все это надо будет выставлять по маячкам и формировать еще углы 90 градусов. О помещении кухни батарея установлена вроде бы нормально. Есть запорная арматура, байпас. Тип батареи, тип отопительных агрегатов совершенно разным в каждом помещении. Надеюсь, что в процессе окончания строительства дома все трубы стояков отопления будут прокрашены. И, наконец, третья жилая комната площадью 20 квадратных метров. Ну, то же самое с фронтальной стеной. Откосы все под переделку. Пленку снимать надо, выравнивать. По батарее то же самое стоит кран Маевского. Запорной арматуры нет. Ничего не прокрашено. Но, надеюсь, строители порядочные покрасят трубы отопления. А вот на эту стену уйдет значительное количество штукатурки. Вот, посмотрите. Ну, все это будет четко и ясно и понятно. После того, когда я отчерчу четкий прямоугольник, используя лазерный уровень построителей плоскостей, тогда буду иметь представление, какой слой штукатурной смеси у нас получится на каждой отдельной взятой стене. Разумеется, придется сформировать дверной проем нужного размера для хорошей установки выбранной двери. Входная дверь, не затеревая, как грабли, естественно, под замену. Почему? Открывая дверь, замеряем расстояние от стяжки до низа двери. Получилось 20 мм. Почему я акцентировал внимание на данном моменте? Нам еще придется выравнивать полы, плюс толщина напольного покрытия. Если оставлять двери от застройщика, мы просто не войдем в квартиру. Или не выйдем из нее, когда уложим напольное покрытие. Мы плавно перешли в помещение ванной комнаты. Что мы здесь имеем? Часть стены с газоблоков, гипсовая штукатурка, монолитная плита железобетонная и участок короб из гипсокартона. Давайте посмотрим, что же находится в этом коробе. Строители смонтировали короб, потом вырезали кусочек гипсокартона. И что же там находится? Ну, вероятно, здесь будет лючок находиться. Водные вентили, косые фильтры грубой отчистки и счетчики. Они как-то рядом друг с другом находятся. Все это криво. Сварные швы и трубы не прокрашены. Надо сказать, владельцу квартиры, чтобы он замечание сделал застройщиком. Стояк канализации, крышка ревизии. Все нормально. А что мы справа имеем? А справа у нас вентиляционные шахты идут. Я замерил расстояние рулеткой от края короба до вентиляционных шахт. И пришел к выводу, что мы можем эту стену из гипсокартона сместить на 70 миллиметров. Тем самым мы увеличим помещение. Дверной проем заподлицо с коробом. Я пока не представляю, установили дверь, как сюда установить наличник. На месте принимаю решение. Эту часть этого короба смещаем ближе к вентиляционным шахтам. У нас получится расстояние сейчас 72 сантиметра моих любимых. Достаточно для монтажа входной двери с полотном 600 миллиметров. В конце концов, можно немножко увеличить дверной проем в эту сторону. А это помещение будущего читального зала. Ну, туалет, понятно, да? Такой небольшой. Ну, для одного человека достаточно. Начнем с дверного проема. То же самое. В одной плоскости находится стена с дверным проемом. Установим дверь, наличник. Невозможно будет установить. Что-то будем думать. А думать будем просто. Аналогично, как помещение и ванны. Мы этот участок стены смещаем в сторону вентиляционных шахт. Благо, там это позволяет место. Там вот такое расстояние. Давайте заглянем, что же здесь у нас с водоснабжением. Ну, то же самое. Стояки горячего холодного водоснабжения из оцинкованных труб. Швы не прокрашены. Запорная арматура. Косые фильтры грубой очистки. Два счетчика. Этот вентиль стоит, вероятно, для развоздушивания системы. А чем я приятно удивлен в этой квартире, что площадь по полу 80 квадратных метров составляет. И уровень пола почти идеальный. Перепады всего лишь составили до 5 миллиметров. То есть, есть у нас нулевая точка, да? И самый большой перепад это 5 миллиметров. То есть, сравнять пол будет очень просто и легко. Буквально несколько слов про электрику. В данном месте будет расположен вот такой огромный квартирный щиток на расстоянии 300 миллиметров от потолка. А высота потолков 2 метра 70 сантиметров. Куча распаечных коробок, где электрики выполнят необходимые коммутации всех кабелей. Ну, как правило, из личного опыта по ремонту и отделке помещений пришел к выводу, что 99% людей всю электрику стараются переделывать под себя. Итак, приобретая квартиру новостройки и планируя выполнять ремонт, отделочные работы, пригласите мастера, который будет у вас выполнять эти работы. Он все четко по пунктам вам расскажет, что к чему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова